На стройплощадке школы в микрорайоне Солнечный строители ведут работы по заливке монолита на цокольном этаже, а также начали вязать арматуру каркаса первого этажа здания. Важнейший социальный объект возводится без выходных и находится на постоянном контроле главы района. В ходе субботнего визита на стройку Алексей Валов поставил задачу подрядчику компании «Строитрест-22» увеличить количество рабочих, чтобы завершить все монолитные работы до наступления холодов и не тратить потом средства на подогрев конструкций. Солнечный от графика не отстает, но мы понимаем, что лучше отмонолитить все в теплое время года, чтобы не было зимних работ, потому что это дополнительная затрата, дополнительное финансирование. В Медвежьих озерах строители выкладывают внешние стены и внутренние перекрытия школы. Как и обещали, параллельно с возведением корпуса к зданию готовятся подводить наружные инженерные сети. На площадке работают порядка 50 человек. Материала хватает, в том числе подвезли плиты перекрытий, которые немного задержались, из-за того, что заводы не успевают их выпускать. Поэтому к перекрытию первого этажа приступят с небольшим опозданием. В любом случае мы должны до холодов контур закрыть. К этому времени подведем все наружные сети на границ баланса принадлежности. И, соответственно, приступим параллельно к внутренним инженерным сетям. Уверен, что в этом году сдадим школу. Напомним, до 2022 года в Щелковском районе запланировано построить 10 школ. Нужны больше тысячи квалифицированных педагогов. Поэтому уже сейчас начался подбор кадров. Работа уже над тем, чтобы создавать новый педагогический коллектив, идет и в этой школе, и в 11 школе. Уже ищем кандидатуру, подбираем, соответственно. Ряд губернаторских программ в сфере ЖКХ и благоустройства за несколько лет хорошо зарекомендовали себя у жителей района. Одна из них – программа комплексного благоустройства дворовых территорий. Это детские и спортивные площадки, парковки, освещение, озеленение и ряд других обязательных элементов. 51 дворовая территория вошла в этом году в программу комплексного благоустройства. В рамках субботнего объезда Алексей Валов проверил качество работ на уже почти готовых к сдаче площадках. Во дворе дома 7-7А по Пролетарскому проспекту большие претензии главы вызвала спортивная площадка. Она еще даже не сдана в эксплуатацию, а уже разваливается и вместо благодарности вызывает недовольство жителей. Ограждение слишком слабое, выполнено из материала ненормативной толщины. Ну вот, и на весь дом правильно. Правильно они жалуются? Что шум стоит? Претензия написана, да. В адрес недобросовестного подрядчика уже направлена претензия. Алексей Валов запретил своим заместителям Наталье Тамбовой и Наталье Ефимченко подписывать акт выполненных работ. График исполнения программы надо соблюдать, но это не должно быть в ущерб качеству. Подрядчик, который с таким вот, как сейчас сказали, с таким качеством, как мы видели, выполненной работой, не получит ни денег, ничего. Пока не переделает и не сделает нормативным. Не дай бог, кто-то подпишет акт выполненных работ с таким качеством выполнения работы. Также Алексей Валов выехал по частным жалобам жителей, которые поступили в ходе личного приема. Назначил дополнительные проверки, дал соответствующие распоряжения. Ирина Микеда, Сергей Василевский, телерадиокомпания Щелково.